Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире программа «Актуальная тема». Я Александр Иванчиков. И сегодня гость нашей студии, заместитель руководителя администрации главы Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия по информационной политике и связям с общественностью, Ирина Доржиева. Добрый день, Ирина Неможаповна. Здравствуйте. Пригласили мы вас поговорить о мероприятии, которое начнется буквально через несколько дней. Это Байкальский информационный форум. Что это за мероприятие, во-первых? Байкальский информационный форум – это мероприятие, которое объединяет работу нескольких секций. Это секция IT-технологий, в рамках которого будет проходить заседание Конституционного совета Сибирского соглашения. Это такая ассоциация, которая работает в рамках Сибирского федерального округа и объединяет специалистов в области IT, общей цель которых – реализация поручений главы государства по внедрению цифровой экономики. Секция «Медиа» проводится на базе библиотеки Восточно-Сибирского государственного технологического университета. Будет работать два дня – 2 и 3 августа, в рамках которой предлагается обсудить проблемы профессиональной журналистики, современные угрозы профессионального журналиста, перспективы развития бурятской журналистики, а также проблемы и вызовы межэтнической журналистики и так далее. – Сразу вопрос, я думаю, который у большинства зрителей возникнет. Секция такая, медиа-секция – это очень профессионально узкоспециализированная секция. Кто туда может вообще прийти? Открыто это мероприятие или это будет закрыто для ограниченного круга лиц? – Я начну, наверное, с основных спикеров, самых важных гостей, которые будут выступать в рамках нашей медиа-секции. Это главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Алексеевич Венедиктов. Фигура известная, это известный журналист, я думаю, что он не нуждается в представлении. И, как мне кажется, его лекция будет интересна широкому кругу людей, потому что Алексей Алексеевич очень интересный спикер, собеседник. Он говорит на разные темы. Конечно, основной упор он сделает на проблемах профессиональной журналистики, о том, какие угрозы сейчас стоят перед профессиональным сообществом. Соответственно, я думаю, что мы надеемся, что все журналисты, которые работают у нас в Бурятии, смогут прийти на его дискуссию. А также мы надеемся, что топовые блогеры к нам придут, и вообще люди, которые интересуются политикой, интересуются медиа, социологией, может быть, политологией и так далее. Второй наш крупный спикер – это Олег Матвейчев, советник первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Владиленовича Кириенко. Он также известен тем, что написал несколько бестселлеров, книги такие, как «Уши машут ослом», «Мифы о современной России» и так далее. Он также проговорит про фейки в сети, фейковые новости, которые сейчас… Ну, вообще очень актуальная тема, которая обсуждается и на мировом уровне. Ни один медиафорум всемирного, мирового масштаба или российского масштаба не проходит без обсуждения этой темы, потому что развитие социальных сетей, развитие, скажем так, блогерства порождает такую проблему, как фейк-ньюс. Это неправдоподобные новости, непроверенные факты, которые порой управляют информационным пространством, а иногда становятся причиной для возникновения каких-то информационных атак, а может быть, политических каких-то действий. Поэтому у нас, в общем-то, два основных спикера. Они будут говорить на современные темы именно анонимность, фейковость, социальные сети и все, что связано с миром, с угрозами современного информационного мира. В целом, даже сейчас я послушал темы, о которых будут говорить спикеры, за такие даже не специализированные темы. Они довольно многим будут полезны, многим интересны, потому что сейчас, особенно в соцсетях, проблема правильной подачи информации – это очень большая проблема. Несколько раз вы упомянули в своей речи, что говорить будут об угрозе современной журналистики. Какие угрозы существуют? Ну, опять же, я говорю про развитие социальных сетей, развитие социальных сетей несет такую вещь, как то, что у нас, в принципе, любой человек, у которого есть аккаунт, является участником информационного процесса. Он может сообщить о том, что произошло нечто, ну, допустим, взрыв на улице города, да, и это уже может использоваться в качестве информационного повода профессиональными журналистами и СМИ. Ну, то есть мы говорим про то, что если раньше журналисты, то есть информационные поводы доносились только через профессиональные СМИ, которые следовали определенным принципам, да, это проверка фактов, точность, независимость и мнение нескольких сторон, то сейчас информационное пространство может, скажем так, как заполняться такими фейковыми новостями, субъективными взглядами там на жизнь и так далее. Такая сам себе редакция. Да, сам себе редакция. То есть, ну, это будет разговор из серии «Вот современные средства массовой инфо...» современные социальные сети, они душат нас, как журналистов, или это будет некий конструктив и рассказ о том, как правильно использовать таких сам себе журналистов. Да нет, конечно же, у нас не будет, там, скажем так, плач Ярославный о том, что журналистика умирает, профессиональная журналистика умирает, что нам делать, как нам быть, но мы, исходя из современных реалий, предлагаем варианты развития всех, скажем так, профессиональных средств массовой информации, как трансформировать традиционные СМИ в цифровое, как не пропустить, скажем так, этот этап цифровизации и так далее. У нас, помимо общей части, где будут, в общем-то, дискуссии на такие глобальные темы, конечно же, у нас будет прикладная, прикладные секции. Это второй день форума, 3 августа у нас на 3 августа приглашены узкие специалисты, скажем так, медиатренеры, такие, как Галина Юрченко, она будет говорить о современных тенденциях в развитии региональных телекомпаний, регионального телевидения. Специалист в цифровых медиа Дмитрий Баталин, он будет говорить о том, как успешно провести цифровую трансформацию традиционных медиа, там у него тема даже звучит как «12 простых шагов, как перейти от традиционных СМИ к, скажем так, современному интернет-изданию». Также выступит специалист Литвинов, это один из участников крупного медиапроекта «Планерка». Он поговорит о традиционном, скажем так, жанре журналистском, это новостные заметки, как правильно писать заголовки, как правильно писать кликабельные заголовки, которые будут набирать наибольшее число просмотров в сети и так далее. Это вот такие прикладные вещи, которые будут обсуждаться в рамках нашей медиа-секции. И это речь идет именно о проблемах журналистики. Большая часть медиа-форума – это проблемы, ну, точнее, не проблемы, а основные тенденции развития, скажем так, работы со СМИ именно с точки зрения пресс-служб. Мы проводим в рамках нашего форума окружной семинар всех руководителей пресс-служб регионов. К нам приезжает 12 регионов, это представители пресс-служб регионов Сибирского федерального округа. Будет проводиться семинар двухдневный с участием экспертов из администрации президента Российской Федерации, ну, и также независимых экспертов о том, как также пресс-службам адекватно реагировать на современные тенденции, как работать в социальных сетях, как проводить мониторинг в социальных сетях и вообще работать с информацией в современных условиях. Это все здорово, на самом деле, то есть для меня лично, как для журналиста, я думаю, для многих, кто нас сегодня смотрит. Среди списка спикеров я еще заметил Маргариту Лянге, это представитель гилья межэтнической журналистики. И в целом для нас, для региона, где очень много этносов проживает, много национальностей проживает, я думаю, правильно писать и правильно говорить об этих этносах, это очень важно. С чем приедет Маргарита Орвитовна? Да, вы правильно заметили, это тоже один из крупных экспертов, который будет участвовать в нашем медиафоруме. Секция гильдии межэтнической журналистики, она проводится под кураторством комитета по межнациональным отношениям администрации главы и правительства Республики Бурятия. Маргарита Лянге, конечно же, будет говорить о том, как правильно писать на национальном аспекте. Кроме того, являясь членом общественной палаты, точнее, членом Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, Маргарита Лянге является известным экспертом по брендингу территорий. И вот тема, которую мы затрагивали в рамках медиафорума, который проходил у нас в ноябре, который был посвящен маркетингу территорий, она сейчас будет говорить о брендинге территорий с точки зрения этнического аспекта, как использовать этнический аспект для позиционирования региона. И, конечно же, она проведет мастер-класс о новых вызовах межэтнической журналистики. Приедут к нам тоже регионы, другие регионы, начиная от Калмыкии и заканчивая Республикой Алтай. Также вы говорили о том, в интервью, которые были ранее опубликованы, касательно форума, о том, что пройдет экспериментальная дискуссионная площадка по школе бурятской журналистики. Что это такое, в рамках чего она пройдет? То есть это в рамках того же мастер-класса Маргариты Лянге, или это отдельная совсем тема? Что это будет? Еще раз вернусь к тому медиафоруму, который мы проводили в ноябре 2017 года. Там у нас проходил круглый стол о развитии национальных СМИ, развитии бурятской журналистики. И одним из важных вопросов, который касается конкретно работы нашего комитета, это подготовка журналистов, которые работают на бурятском языке, которые говорят на бурятском, пишут на бурятском и так далее. Проблема достаточно актуальная, потому что есть кадровый голод. У нас есть проблема и подготовки преподавателей бурятского языка в школах, ну и вопрос журналистов, которые говорят на бурятском языке, тоже стоит достаточно остро. И мы решили провести такой эксперимент, провести ку-школу бурятской журналистики, где опытные специалисты из телерадиокомпании ГТРК «Бурятия», из «Оригуса», из «Бурят-УНН» поделились бы опытом, проговорили бы основные про стандарты бурятской журналистики, обсудили бы актуальные проблемы, которые стоят перед журналистикой бурятской. И, возможно, мы бы хотели в будущем, если пройдет экспериментальная наша площадка успешно, сделать регулярными такие мастер-классы, сделать регулярными такие мастер-классы, где мы говорим с молодыми начинающими журналистами о том, как писать и говорить на бурятском языке с точки зрения… Ну и главное, что это важно – писать и говорить на бурятском языке. Ну, это да. И, подводя итог нашей беседы, для тех, кто не с самого начала смотрит программу, что за мероприятие мы сегодня обсуждали, когда его посетить можно, кому это мероприятие будет интересно? Буквально в двух-трех словах. 2-3 августа пройдет Байкальский информационный форум на территории библиотеки Восточно-Сибирского государственного технологического университета пройдет медиа-секция нашего форума, в которой примут участие главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и другие медиа-эксперты. Мы приглашаем журналистов, работников сферы медиа-релейшн, связи с общественностью и всех тех, кто работает с информацией. Также наши площадки будут интересны политологам, социологам и, в общем-то, всем гуманитариям. Спасибо большое за беседу. Я напоминаю, что в гостях у нас была заместитель руководителя администрации главы правительства Республики Бурятия по информационным политике и связям с общественностью Ирина Доржиева. Это была программа «Актуальная тема». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин